Добрый вечер! Не все грустные истории заканчиваются плохо. Бывает и счастливый скорбь, как в сегодняшнем шок-шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ Раиса, давно ли ваша мама живет в Латвии? Мама приехала ко мне в 60-м году и жила до 93-го года. В 93-м году уехала в Белоруссию к старшей дочери, к сестре и прожила там буквально 3 месяца. А какой статус был у мамы до 93-го года? До 93-го года, значит, мама жила как постоянный житель Латвии. А когда она уехала в Белоруссию, она этот статус потеряла? Да, в ней аннулировали код ее регистрационный и она выписалась и уехала как бы на постоянное жительство к старшей дочери. А вообще, Раиса, у вашей семьи есть корни в Латвии? Мама жила здесь с 3-х лет и до 11-ти в Риге. Жил здесь ее отец, мой дедушка, он похоронен на Ивановском кладбище 103 года обратно назад. Жила ее сестра здесь, две сестры жили мамины, старше ее. И мама жила ее здесь. Но потом, значит, судьба их заставила как-то уехать из Латвии. Ваши предки здесь жили постоянно? Да, постоянно, да. Ну и, Раиса, когда вам пришлось возвращать маму обратно, как это происходило? Сестра заболела, мы положили ее в больницу. Врачи сказали, что безнадежно, надежды никакой нет на выздоровление и что сестра назад не вернется из больницы. Такой был серьезный диагноз поставлен. Я тогда, значит, привезла маму сюда, в Латвию обратно, да, в Ригу. К тому времени мама была гражданкой Белоруссии? Да, нет, она гражданство не приняла, поскольку там нужно было тоже пять лет прожить. Но в Латвию она въехала на законном основании? Нет, в Латвию она не уехала на законном основании. Я ее привезла сюда под чужим именем, по чужому паспорту. Мама, конечно, это не знала, я ей не говорила, чтобы не расстраивать ее. Взяла все это на себя. Конечно, ноги, руки дрожали, когда я переходила границу с ней вместе, но ничего нельзя было сделать. А нужно был загранпаспорт. С Белоруссией, чтобы въехать в Ригу, мы свободно могли туда еще ездить в то время. А оттуда уже нельзя было. А когда мне было это делать, если вот уже время не было для этого? Я на старый человек. Это нужно фотографии. Нужно ехать было в Минск оформлять это все. А разве она могла получить, не будучи гражданкой Белоруссии, этот заграничный паспорт? Ну, она могла бы получить, конечно, но для этого у меня просто не было ни времени, ни средств для этого. И возить же ее нужно, везде нужна ее подпись, везде, чтобы ее видели саму. Понимаете, это проблема все-таки была. И я рискнула, да, вот так вот, потому что мне ее не на кого было оставить буквально. За ней некому ухаживать было. Раиса, вашей маме тогда было 102 года. А какой же паспорт вы предъявили? Ведь явно такого возраста человека найти совсем непросто. Вот я нашла паспорт, была, значит, старушке, 99 лет. Моложе была мамы, но немножко похожа была, чуть-чуть. Моложе на целых три года. Значит, я до границы Белорусской на такси ее привезла, взяла ее за руку и пошли через границу пешком. Посадила ее на скамеечку, сама подошла к контрольному пункту, поставили штамп. Я говорю, вот мама сидит моя, никто не пошел там в лицо ее рассматривать. И мы пошли дальше к латвийской границе. Также посадила на скамеечку, подошла, в паспорт поставили в контрольном пункте в окошке. Штамп, что он пересекает. Я ее взяла за руку и тут уже машина ждала на территории Латвии, значит, чтобы отвезти ее домой. Значит, ваша мама в 102 года нелегально пересекает границы. Да, нелегально пересекает границу. Ну, просто шпионский боевик. Да, ну что было делать? Безвыходное было положение. Я не могла маму оставить с кем, не на кого, буквально оставить было. Но в таком случае я приглашаю в студию нарушительницу латвийско-белорусской границы. Пожалуйста, Ксения Панкратьевна. Да, 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 да. Ксения Панкратьевна, мы знаем, что вы видели царя Николая Второго. Расскажите, как это было? Сколько лет я не помню, сколько я тогда была. Не помню я. Я неграмотная, так что я, может быть, и была, но я видеть видела. А какого числа я не помню. Видела, как черный корабль стоял, блестящий, хороший, и с цветом, как будто бы золотом обитые, цветы красивые, ясные. И вот я стояла на берегу, пришла. Не помню, только хорошо, не помню, с кем я была, и с мамой, и с тем чужим, не знаю. Вышла, вышли три девушки, убила моя девушка, вперед мальчик и шел. Мальчик, а сколько мальчику? Десять лет, восемь лет, этого я не знаю. Но небольшой мальчик. И три женщины, это сказали, мне сказали, что это царя дочки, а это сынок. Вот забыла, как его назвали. Ну, царевича звали Алексей. И ушла. Было это в 1907 году, когда российский царь посетил Ригу. Рано ли вы начали трудиться? Помню хорошо, мне хорошо, запомнился этот год. Мне был десятый год. И вот я пришла на горку, на московской горке. Мы на московской жили, а там на этой горке торговали. Я пришла к бабушкам и говорила, может, мне знаете, кому няньке надо, я вот ребеночка помянчила. Они засмеялись и говорят, тебе самую надо нянчить. Я говорю, нет. И вот он мне посоветовали, вот, говорит, в этом, там, говорит, есть чайная, в этой чайной надо ребенка глядеть. И я пошла туда, и они меня въяли. И я работала там, работала. Сколько время работала, я не знаю, но шила рубашки ребенку, перешивала, нянчила, мыла его. Этот мальчик помер. Помер мальчик. Мальчика похоронили, я тогда стала проситься, у них на кухне работницы не было. Я пошла на кухню, поработала. Я там подорвалась, кастрюли надо было селедки жарить, картошку варить. Я подорвалась, заболела. Мама как-то приехала ко мне и повезла меня лечить. Скажите, Раиса, а ваша мама осознавала, вот сейчас, когда она вернулась в Латвию, что живет она здесь практически на птичьих правах? Она это знала, она знала, что у нее паспорт не прописан здесь, знала, что не поменянный паспорт и, конечно, без пенсии. Переживала мама? Ну, переживала она, наверное, не столько за паспорт, а поскольку как-то она не касалась, в смысле, что никуда ей не нужно было ходить, ничего, чтобы паспорт у нее требовали. А то, что вот не получала пиццы, вот это ее, конечно, волновало очень всегда. Легко ли, прожив целый век на свете, вдруг оказаться на нелегальном положении? Об этом после рекламной паузы. Видать, не судьба была Ксении Панкратьевне в столетнем возрасте лечь в родную землю. Она уже прожила свой век и была готова к вечному покою, но суждено ей было другое. Она вернулась в Ригу, а здесь помереть уже нельзя, нет документов. Раиса, и с какими проблемами вы столкнулись, когда привезли маму сюда, в Ригу? Я сразу пошла, чтобы восстановить код и прописать ее. Паспортистка взяла паспорт и на третий день мне звонит и говорит, нужно вам самим пойти в ДГИ и взять разрешение на прописку. Но мне сразу же написали отказ и сказали, что в нас больше прописка не разрешается в Латвии, езжайте сами и туда смотрите маму. Я им объясняю ситуацию, что нет крыши над головой, куда поехать, ни мне, ни маме, потому что нет дома, нет ни квартиры, ничего. Она сказала, что это ваши проблемы и не мешайте мне работать. Вот я с этими ушла. Пошла я потом в отдел выписки-прописки на Давгов-Пилскую. Там тоже сказали, как бы закон есть, но я не могу это сделать. Вы обратитесь к начальнику департамента. Пошла к начальнику департамента. Он мне, значит, посоветовал так. Наймите няньку, снимите квартиру и пусть мама доживает там. Я говорю, у меня нет средств таких, чтобы это сделать. Тогда он говорит, ну что, делайте приглашение на три месяца, выбирайте заграничный паспорт, выберите справку, что она несудима, что она венерически не больна. Ну, в общем, кипа документов. И тогда, в течение трех месяцев по приглашению, по силе возможности, мы будем продлевать ей визу. Я потом обратилась в белорусское посольство, чтобы они мне, может быть, чем-то помогли. Они также сказали, ну вот все документы собирать, значит, в письменном виде, чтобы мне наши, так сказать, начальства, все департамент давали, на каком основании они мне отказывают прописывать, и подавала бы в суд. Ну, с кем мне судиться? С департаментом? И вот так длилось два года. И я потом устала от этого всего уже, не стала обращать внимания, и так решила, как будет, так и будет. Так вот мама и жила. Но, Раиса, вы не могли не думать о том, что может произойти? И я, да. Вот я обратилась в посольство, когда о белорусской, говорила, ну не дай бог что-то случится, что мне делать? Они мне ответили, вот тогда и будем, мол, думать. Ну, повезете туда и похороните. Ксения Панкратевна, а вам не страшно было жить здесь шесть лет без документов? Страшно, конечно, очень страшно было. А хуже, что, как же жить так тяжело? Без копейки, это ж не дай бог, и без приписки. Я ж не этого не знала. Как ведомый, грамотный человек живый, на детских ногах, на ельной голове, на емсе, все. Меня кормили и поили, все. Раиса, скажите, пожалуйста, какие вам советы давали друзья и знакомые? Ну, так, пытались через фирмы какие-то. Фирмы, конечно, шестьсот лад спрашивали. Шестьсот лад уплатить, тогда бы, значит, мамы прописку сделали. Убольшая ли у вас зарплата? У меня пенсия пятьдесят три лада. Раиса, скажите, пожалуйста, а как вы лечили свою маму? Ведь официально вы не могли это делать. Да, официально я ее не могла. Но когда я ее выписалась, она здесь из Риги, я не аннулировала ее медицинскую карточку. Врачи ее все знали за сорок лет, так сказать, существования в Риге. И ее медицинская карточка находилась в поликлинике. И там был ее кот старый. Вот так вот я и вызывала врача на дом. Но, к счастью, она у меня, слава богу, очень мало болеет. За сорок лет, живя в Риге, всего два раза обращалась к врачу. И один раз лежала только в больнице. И никаких таблеток, никаких снадобий. Она говорит, вот поэтому ты и болеешь, доченька, что ты пьешь очень много таблеток. Она всю свою жизнь, вот до прошлого года, несет посты. Она старобрядка, очень боговерующая. Она, значит, рождественский пост, шесть недель постится. И семь недель пасхальный пост несет. Это тоже ведь, наверное, много чего дает. Она не кушает ни мяса, ни рыбу, даже молочные продукты. Только растительное масло, крупы, вода. Я хотела бы спросить вот о чем. Думала ли ваша родня, в какую безвыходную ситуацию попадает ваша мама, бабушка, прабабушка? Родня в Беларуси, надо полагать. Ну, вы знаете, на тот момент в Беларуси, когда сестра была, прописали, все нормально, сестра была жива, все было хорошо, но никто же не думал о таком исходе, что сестра так быстро уйдет из жизни вместе с мужем, а дочь ее живет в Барнауле, и там никого нет. Так что там некому было, так сказать, думать о чем-то, что вот как теперь у мамы. А много ли у Ксении Панкратьевны внуков, правнуков? У мамы внуков 29, правнуков 55 и 7 праправнуков. Ну, если мы с вами доживем до 108 лет, то я думаю, что и у нас будет не меньше внуков и не меньше правнуков, а может, будут даже и праправнуки. Пожалуйста. Раиса, скажите, вот такая большая семья родня, и вам приходится одной заниматься вот проблемой судьбой мамы. Да. Объясню сейчас, потому что из семи человек нас только две дочери осталось у матери. Я самая маленькая в семье, подскребов. Сестре вот, которая жива сейчас, ей 71 год. Ну, а у молодых свои сейчас проблемы, как внуки или правнуки, сами понимаете. Раиса, а сколько лет было вашей маме, когда вы родились, вы говорите, что вы поскребы? 45 лет. 45 лет, она вас родила последнюю. Я с ней с самого рождения не расстаюсь. Вот на три месяца расставались я всего лишь, и то я каждый месяц ездила, ее навещала. Раиса, я хочу спросить. Ваша мама была свидетельницей многих событий в этом веке. Все-таки век кончается и уходит. Спросите ее, пожалуйста, какое на ее, какое, в общем-то, на ее взгляд было самое счастливое время в ее жизни? Что ей запомнилось? Когда ей было хорошо? Когда я вышла замуж, я немного пожила, мы приехали с Россией, с мужем, хату выстроили, мне мама дала огород, хату свою поставили, и он был у меня очень хороший, не пил, не дрался, меня пальцем никогда не потрогал, он детей сильно жалел, любил. Раиса, а как сейчас ваш вопрос о пенсии маме? Как дальше будет? Вы думали об этом? Ну вот сейчас, когда будет готов паспорт, когда будет прописано, тогда, конечно, пойдем о пенсии беспокоиться, хлопотать, да. Вот так у нас древняя бабушка превратилась в человека-призрака. Нет документа, нет и человека. О продолжении после рекламной паузы. Дочь 102-летней бабушки 6 лет билась за то, чтобы легализовать свою мать в Латвии. У старушки не было элементарных прав человека. Юридической защиты, финансового пособия, медицинской помощи. За дело взялись журналисты шок-шоу. И вот что из этого вышло. Самое активное участие в устройстве судьбы старушки приняла наша корреспондентка Марина Цадович. Марина, я позвонила господину Бруверсу, а после этого ты занялась как бы этим делом. Расскажи, что у тебя получилось. Ну, мы с Раисой подготовили все необходимые документы, заявления. Все было собрано. Обратились в соответствующие инстанции благодаря господину Бруверсу. Опять-таки, как говорится, дело был дан ход. И буквально через две недели к ним домой пришла работница управления департамента гражданства и миграции. И сфотографировали старушку на паспорт. И как-то так все довольно быстро получилось. Ну, правда, была такая фраза сказана. Если бы не попала госпожей Бирут-Акулы, ее звали, если бы не попал к ней документ этот, то паспорт вряд ли мог быть получен. Значит, мы делаем вывод, что все зависит от конкретного человека. И произвол чиновника ничем не ограничен и ничем не регулируется. Так получается, во всяком случае. Как ты думаешь, почему, наконец, удалось сдвинуть с мертвой точки дело, которое стояло 6 лет? Я не знаю, трудно сказать. Может быть, потому что вмешались более влиятельные люди. И я пользуюсь случаем, чтобы выразить свою благодарность директору Латвийского бюро по правам человека, господину Бруверсу. Благодаря его помощи нам удалось кое-что сделать. Марина, спасибо тебе, потому что сейчас кульминация нашей передачи. Во многом благодаря тебе нам удалось, в общем-то, поставить точку в этой истории. Ведь сегодня мы получили паспорт, паспорт негражданина Латвии для нашей сегодняшней героини, для Ксении Панкративны. Ксения Панкративна, вот ваш паспорт. Откровенно говоря, я очень рада, что в этой истории такой конец. И, конечно, я рада, что мы могли вам чем-то помочь. Даже не ожидала. Раиса, о чем вы сейчас думаете, когда рассматриваете мамин паспорт? Я хочу выразить большое спасибо работникам шок-шоу. Я хотела сказать, эту семью я знаю очень давно, более 30 лет. Я сама детский врач, лечила их детей. Вот в течение всего этого времени и не только детей, но и даже взрослых. Вы знали эту историю? Эту историю я знала раньше и советовала Рае делать то и то. Она говорит, да везде ходила, все пороги обила уже, обивала везде и всюду. Везде отказ. Я предлагала ей, она говорит, только через суд. Ну а как через суд? Она считала, что она ее перевезла сюда все-таки нелегально. И по всей вероятности этого момента она боялась. Она ведь, видите, они очень скромные. Она даже не рассказали, как они войну. Она же в партизанах была. Она партизаном варила, обед готовила в лесу. Да, всю войну. Так что она партизанила еще и. И она ветеран вообще войны. Но просто сегодня это все не считается, как вы знаете. А у нее очень много, очень заслуг много перед вообще нашей Родиной. В том числе и перед Латвией, я бы сказала. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы всегда рады помочь, если это в наших силах. Я тоже знаю эту семью очень давно. С Райей мы вместе работали. Потом мы, конечно, я ушла на пенсию. Мне не нужно работать. Меня содержит муж. А вот ей приходится до сих пор работать. Но я скажу, что такого честного человека, как она, я не встречала. Я работала в торговле. Но такую напарницу единственная только она была. Ну и мать знаю очень давно. Как мы только познакомились, я знаю мать. Всегда придешь, она встретит, угостит. Всегда поговорит. Сейчас вот она уже такая старенькая. А года четыре назад с ней можно было обо всем поговорить. Она, во-первых, следила за газетами. Все, она новости знала. По телевизору она все, 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 все интересовалась, что делается в стране. С ней можно было поговорить на все темы. Я очень рада, потому что... Ну это... Микрофон. Это я не знаю даже, как это вы могли так это все сделать. Потому что это было безвыходно. Мы уже остановились и сказали, ладно, будем как-нибудь помочь. Помогать и похоронить, и там сделать. Ну старый человек, это уже подошло бы, да? И думали, все равно, все мы поможем. Вот сидит рядом со мной подруга. Мы тоже это вместе дружим уже, наверное, лет 15. И всегда в горе, и в радости. Мы всегда им помогаем. И они нам всегда помогают. Спасибо хочу сказать своим всем друзьям, хорошим, близким, знакомым. В беде меня никогда не оставляли. Низкий им поклон тоже. Я хочу напомнить тот, вспомнить тот момент, когда мы встретились впервые. Это был 1963 год, когда мы дружно заселяли дом. И Рая, и уважаемые ее все Панкративные называли, нашими оказались соседями. И вот с этих пор, с этих пор мы в хорошем, в хороших отношениях с ними. Что я хочу сказать о нашей героине. Это был, наверное, 1963 год. Мы юные, я была молодая мама. У меня моей дочери было еще 5 месяцев. У бабушки, у нашей Панкративной, внучок был, на годик старше моей доченьки. То есть гуляли мы с детками вместе. Бабуля, она буквально может нас отпустить, еще что-то. Я, говорит, за вашими детьми присмотрю. При встрече, на улице или где-то. Это улыбка. Я ее никогда не видела рассерженной, озлобленной. Это улыбка. Первая здоровается. Не успеешь только вот собраться, она тут же все. Теперь, неоднократно, это буквально лет 10 назад. Вот, идя с работы вечером, я вижу уважаемую нашу Панкративную. Ну, внизу, в тамбуре, вынимающую корреспонденцию. Здесь говорили о том, что она любитель читать. Она стоит на босу ногу, в шлепанцах. Это была зима. В летнем халатике, на улице. Может и выбить этот половичок. Я ее бежу иногда с мурцовым ведерочкой, бежит по улице, раздетая. Она обыкновенная домашняя одежда. Я ее еще предупреждаю. Что ж вы так не бережете? Все нормально. То есть, настолько крепкая, настолько такая была, ну, как вам сказать, ну, жизнерадостный человек. И дома, когда вот, ну, по каким-то причинам иногда заходишь там, она не выпустит, пока она не посадит за стол, не угостит чай. Настолько она доброжелательная. Ну, а о Рае, что я хочу сказать. Рае, это, мне кажется, вообще. Это уникальный человек. Она настолько тепло о маме всегда отзывается. Настолько она заботы проявляет о ней. И вот даже вот эти вот фрагменты, вот эти последних, последних вот этого месяца этих, да, когда коснулась того, что вот такая проблема возникла. Я ей говорю, давай мы сделаем такой метод. Обратимся в шок-шоу. Всегда, там всегда положительные результаты бывают. Она несколько опасалась этого. Вот. Хотелось привлечь внимание? Видимо, так. Но, чьи-то у меня стопроцентная была уверенность. Я почему-то верила этой передаче. Потому что у вас результаты всегда положительные. И потом, когда показали по телевизору 100-летнюю бабушку лежачую, где-то за границей, а тут 108-летняя бабушка, которая еще может приготовить, может постирать и вымыть полы. Ну, простите. Это достояние нашей Латвии. Вот я послушал, что дочка говорила о маме. И вот соседи мои говорили о героине, что ей лет 40 было, 30, 50, 60 лет было. Она почти босая, ходила по двору, занималась хозяйством. Вот это о чем говорит? О том, что, ну, это как снежный человек. Почему как снежный человек? У снежного человека нет врачей. Он сам себя закалил. Когда семейное торжество, гости, бабушка узнает своих внуков? Всех. Всех, да. По именам или как? Узнает? Да. Бабушка вполне всех узнает. Узнает по именам. Может назвать кто и что. Ну, сколько лет, конечно, она уже не помнит кому. Подруг всех узнает моих. Даже по телефону, если, ну, очень плохо слышит. Там пара слов. Но все равно она голос еще может различить. Я бы тоже хотела сказать немножко, это мои родственники. А кем вы приходите из Ксении Конкротивни? Ну, в принципе, я племянница тети Райанного мужа. И я хочу сказать то, что, не знаю, хотела бы я прожить до 108 лет. Потому что, насколько я знаю, бабушка Ксения всегда стоит у окошка, смотрит на улицу и говорит, что, боженька, как жизнь-то мне это надоела. Я вот длинная уже совсем стала. Я сегодня только полы помыла, только убрала, только там кушать приготовила. И всего-то она успела, да, в отличие от нас молодых, которые это не успевают. Вот. Ну, не знаю, насколько мне хотелось бы такой долгой жизни. Но я знаю другое, что и Панкротивна, и тети Райан, они настолько жизнелюбивы, они настолько жизнерадостны. И они такой дают заряд бодрости и энергии всем нам, молодым, когда мы собираемся вместе, что это действительно пример для подражания. Я снимаю шляпу перед ними и считаю, что такие люди – это просто стержень наш. Нам равняться на них. Спасибо. Какая красивая речь. Я думаю, что в заключении этой передачи такой красивый букет будет вполне уместен. Как красивое окончание истории. Спасибо вам большое. Спасибо. Я взяла, взяла. Заканчивая эту историю на счастливой ноте, я хочу выразить надежду, что в новом тысячелетии все законы будут продиктованы высшим смыслом – человечностью. До новой встречи со счастливым сюжетом на шок-шоу. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Продолжение следует... Продолжение следует...